Однажды читал Гаруда Пурану, интересная книга, она описывает, как не попасть в ад. Тема там раскрывается, там Гаруда спрашивает Кришну, вот как вот уберечь людей, вот что же, значит, какие правила нужны людям, чтобы не попасть в ад. А там описываются какие, там много правил интересных описывается, что не попасть в ад. Целая книга. В конце, последний абзац, всего это можно достичь, просто воспевая имя Бога. Вот и все. Так почему же люди отказываются от простого метода? И такие сложные какие-то пути выбирают, вот можно носа так дотронуться, они вот так хотят дотронуться на носа, вот так вот нужно выкрутаться какой-то сделать, понимаете, зачем? Зависть к Богу. Существует такая вещь, они думают о нем имперсонально, отрицают его личность, не хотят его видеть лично. Они не могут о нем позитивно думать. Как только кто-то узнает о Боге, что-то может реально существует, там услышал что-то, он тоже говорит, а где ваш Бог любит? А он детей убивает тут. Разве не так? А воины кто устраивает? Они начинают сразу обвинять его всем. Потрясающее сознание. Поэтому не так-то уж просто медитировать на эти возвышенные качества. Он такой чистый, такой прекрасный, он там наслаждается, а мы тут страдаем, умираем. Это не его мир, что ли? Нет, его мир первичный, он вечный. Не хотите, идите туда, говорится. Он и говорит, Бхага Вадхиди, оставь все, иди ко мне, говорит. Зачем этот временный мир? Не привязывайся к нему. Ты же рано или поздно закончишь свое время. Так и возвращайся ко мне, живи здесь честно, хорошо, красиво. И я вам в конце ко мне, иди. Не возвращайся снова сюда. Не рождайся снова в материальном теле. Как? Восьмая глава Бхагавадгиты. Достижение Всевышнего называется. Это йога. Мысли. Ям, ям, вапис, маран, баван, тяджатэ антэ, калерам, там, там, и вати, каунтэ, ясадатан, ба-ба-ба, вита. Мысли, момент смерти, начало следующего бытия. Ям, яйца. Продолжение следует...